Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, дорогие мои друзья, сегодня я к вам пришел с радостной новостью, с радостной новостью вообще обо всех делах, которые вы только можете знать, но перед всем этим я бы хотел вам сказать, что Аризона, роли Плей Феникс, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе на банковский счет или на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. Вся эта информация находится в описании под данным видеороликом. Вы просто туда заходите и вводите мой никнейм. И после всего этого у вас на руках появляются деньги при достижении вами пятого игрового уровня. Поэтому не упускайте свои все возможности. И, в общем-то, давайте уже приступайте к всему этому. Однако, ладно, ладно, давайте уже начнем непосредственно саму тему нашего видеоролика. Вы знаете, я вот, возможно, кто-то не заметил, возможно, кто-то заметил, ролики выходили в автоматическом режиме. То есть я их все где-то там в один день озвучил. И вот они вот как-то так сами по себе выходили. Я даже не видел, что там с ними происходит. Я видел, что у них там, блядь, еле-еле 100 просмотров набиралось и так далее. И я вот буквально, наверное, где, ну где-то около недели, возможно, даже больше, я отдыхал. И теперь я вернулся к вам с новыми силами в новом 2020 году. И новый 2020 год начинается у нас с достаточно такой, знаете ли, радостной новости. Потому что, ну, по-другому я ее назвать просто вот, ну, никак не могу. Владислав Павлов уходит со сливов. Ну, в прямом смысле. То есть его канал, который насчитывает уже там более сколько, ну, уже округлим там 200 тысяч человек, он насчитывает, округляем там, по-любому намного меньше. Мы округлим все это. А канал Владислава Павлова, который насчитывает там 200 тысяч подписчиков, который поднимался исключительно на сливах других проектов, где человек просто заходил и делал всякую хуйню непотребную, тем самым подрывая бизнес людей, тем самым мешая другим игрокам играть, препятствуя их игровому процессу, и просто как бы выставлял все это на потеху другим людям. Это как если бы, я не знаю, там, вашу мать пиздили дубинками. Да, Владислав Павлов все это снимал на телефон, смеялся, а потом это выкладывал на YouTube. И все это как бы одобрели его вот эти вот, знаете ли, подписчики, его вот эти вот люди, которые его смотрят. Это омерзительное зрелище. И все эти сливы, с точки зрения Владислава Павлова, они ужасны. Потому что Владислав Павлов делал их наиболее, ну, таким, знаете ли, ну, хуевым способом, хуевым образом, можно сказать. Если у Андрюхи Кевского какого-нибудь там, я не знаю, баггера, такерса, когда очень-очень давно, очень давно, когда он был еще таким, знаете, очень GTA-самп-ютубером, вот очень давно, когда у него все это было, когда он еще снимал GTA-самп, когда у него были сливы, вот у него все это было как-то, знаете ли, по-доброму. У Андрюхи Кевского все вот это вот в его спиженках, все это было по-доброму, как он сливал аккаунты, как он делал еще что-то подобное. Все это было по-доброму. Ну, и то, ну, немного таких, знаете ли, осудительных моментов есть, но тогда было время другое, тогда сам Парпе, на котором Андрюхи Кевский сливал, знаете ли, все вот эти вот аккаунты, какие-то жирные, возможно, лидерки, я не помню, что там было в этих спиженках, но что-то там точно было. Кстати, забавный факт, вот просто такой, знаете ли, забавный факт, видеоролики с подобным названием сейчас на Ютубе бы вряд ли продвигались, а тогда, в принципе, да, сейчас, то есть, если у тебя в названии есть мат, то это стопроцентная демонетизация, и, разумеется, ну, не то чтобы демонетизация, демонетизация, когда монеты вообще нет, когда с ролика ты не получаешь абсолютно ничего, и, в общем-то, да, а в данном случае был бы просто желтый значок, который дается, ну, буквально каждому человеку, который сейчас заливает видеоролики на Ютуб, и через некоторое время этот желтый значок, он оспаривается, вот. Однако, если вы не хотите там вот этот желтый значок, если вы не хотите ждать, можно просто попробовать несколько раз поперезаливать один и тот же ролик, И все будет у вас, как бы, нормально Ну, скорее всего, я уж точно, так знаете ли, за это не буду ручаться Так вот, о чем же мы сегодня хотели с вами поговорить? Дело в том, что в последнем своем то ли сливе, то ли в каком-то обычном видеоролике Я вот в этом вот, во всем его говне не роюсь В общем-то, он сказал, что, ну, знаете ли, меня там постигает мысль Что нужно завязывать со всеми этими сливами Потому что ничего нормального я отснять не могу Потому что я тупой, скучная, а никому не нужная бытла, да Которая там, знаете ли, шутит про сперму и смеется, так знаете ли, по-даунски Разумеется, смех никто не выбирал И как бы смех у каждого человека разный Кому-то может нравиться его смех, кому-то может не нравиться его смех Но большое количество людей пишет, что смех действительно такой, знаете ли, уебский И лучше бы вот эти моменты, где он смеется, вырезать Но Владислав Павлов все это не вырезает И в его сливах можно постоянно услышать какой-то там, я не знаю, истерический смех и все прочее Потому что, ну, это прям, ну, вот я не знаю Я просто вот смотрю на все эти сливы Я не понимаю, как это вообще, как вообще все подобное можно делать Опять же, стоит оговориться Я не против критики серверов Когда вы, допустим, делаете обзор на какой-то сервер И указываете на их ошибки Это замечательно, это превосходно Так и должно быть Но вот когда ты просто берешь И как последняя тварь, как последняя сука Просто сливаешь там админку, лидерку, да Или там что-то вот прочее Тем самым просто мешая нормальной работе сервера Тем самым, по сути, устраняя конкурентов у этого самого Evolve Ролеплейна Который Владислав Павлов снимает Но это пиздец Я считаю это неприемлемо абсолютно То есть, понимаете, люди как-то критикуют меня Говорят, что, мол, я занимаюсь какой-то хуйней То, что, там, выражаю мнение насчет вот этих людей При этом не мешая ничьему бизнесу абсолютно То есть, я на своем канале абсолютно-таки нормально Абсолютно, то есть, ну, я не знаю, адекватно, да В обзорах, в других каких-то видеороликах указываю на ошибки людей Там иногда троллирую их, да Когда это, ну, типа, представляется возможным И они вот это вот как-то на это на все обижаются Они говорят, что это, ну, пиздец, это не контент Это вообще полная хуйня Когда у них же, блядь, их самый, вот, знаете, такой лучший друг Самый такой, я не знаю, лучший вообще человек Вот под их же крылом делает вот такую вот всю хуйню Ну, чё это, если это, блядь, не пиздец Что это, блядь, такое, если это, ну, это просто, это же пиздец Это, блядь, двойные стандарты Просто человек, блядь, подрывает бизнес других людей Мешает людям играть в GTA Sam Тем самым, возможно, в какой-то маленькой степени Я задел микрофон, неважно В какой-то маленькой такой степени Уменьшает онлайн GTA Sam Который и так, в принципе, достаточно такой, знаете, уже маленький С каждым, там, новым днем он понижается И столько, там, Arizona Rollieplay не открывает какие-то свои новые сервера У них там уже, кстати, 11 сервер Вроде как открылся И там, вроде как, всё у них отлично работает Но это пиздец Вы понимаете, что это просто, блядь, пиздец Человек просто маньяк конченный Ходит по серверам и занимается вот этой вот, блядь, своей вредительской деятельностью Такого человека не должно существовать Сливы, блядь, они всё Там уже кто, блядь, делал сливы? Андрюха Киевский, там, блядь, Баторя Там прочие люди, которые сливы делают Они вообще этим уже не занимаются больше Потому что люди, у людей, у этих самых У них хотя бы есть голова на плечах Они понимают, что вот такой хуйнёй заниматься лучше, блядь, не нужно Но Владислав Павлов всё равно всем этим занимается Как бы контент, который был актуален в году, наверное, 2016-2017 И то уже, там, начал как-то поднадоедать Уже, там, ну, просто, я не знаю, стало неинтересно всё это смотреть Всё одно и то же человек заходит Человек начинает творить хуйню И просто всё То есть, раньше это было в новинку, да, когда это вот только начинали делать люди И когда вот было ещё непонятно Ой, а чё это он сейчас делает? Он сейчас забанит кого-то Или, ой, а чё это он сейчас такое сделает? Возможно, он, я там, не знаю, отнимет лицензию у кого-то, да Вот, как, допустим, делал Андрюха Киевский в своих сливах И всё это было круто Всё это, в самом деле, было классно А когда человек просто заходит из одного дубля Начинает вот это вот Хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха Там, бэ-бан, там, мут, блядь Ну чё, это чё, блядь, такое? Это нормально или как? Ну, это, блядь, пиздец И я считаю то, что Владислав Павлов Если он закончится сливами То уже будет, как бы, хорошо А другим вопросом останется то, что он будет снимать Мне вот это вот непонятно Потому что у него только сливы, блядь, и заходят Остальные ролики, там, я не знаю Тысяч на тридцать, наверное, просмотров заходят И всё при двухстотысячном канале Не сказать, что это плохо, нет, это хорошо Но, тем не менее, сливы-то заходят там более как-то лучше Вот, поэтому, ну, я не знаю А насчёт античита, который, как бы, улучшился И Павлов говорит, что у всех, там, даже у нубы РП каких-то Хотя он, вроде как, нубы РП не особо сливает Обычно он свои вот эти рейдерские нападки совершает на сам ПРП И, в общем-то, ну, античит, вроде как, остался тем же самым Либо просто его нужно уметь обходить Ничего Владислав Павлов, наверное, в силу своего интеллекта не умеет делать Вот, и, ну, это получается вот как-то именно вот так вот И мне жалко Владислава Павлов В самом деле жалко, потому что человек, ну, он не знает, что ему делать дальше То есть всё, он поднимался на каких-то сливах На каком-то прочем говне А сейчас просто, ну, просто ему нечего снимать Ну и, наверное, слава богу, я не знаю Пусть начнёт снимать что-то вот классное, как большевичка постоянно мне советует Или там другим людям снимайте летсплей Ребят, в самом деле, вот эти способы заработка Аризона РП Прочие вещи Вот это вы там понимаете Вот это контентища, блядь Вот это, да, вот это я понимаю Вот это то, что должен снимать каждый GTA-самп-ютубер Уважающий лично себя и любящий свою маму Поэтому, ну, как бы вот Ну, Владислав Павлов, я, ну А, не-не-не, знаете, я знаю, я знаю А, знаете, почему самп-ютуберы, как бы, ну, нормально относятся к Владиславу Павлову И плохо ко мне, потому что Владислав Павлов не ебёт мамок Вот, да Владислав Павлов, он у нас Моралфак, хотя до этого можно было пронаблюдать ролик Который там уже, я не знаю, трёхгодовой, четырёхгодовой давности Где человек там просто, блядь, ебёт мамок налево-направо Там, как только до личности не опускается Просто открывает фотку человека и говорит Ой, блядь, какой ты уебан, какой ты уёбок, блядь Я не буду вставлять этот видеоролик Потому что, ну, вы скажете, блядь, он старый И ты притираешься к каким-то мелочам уже просто Поэтому, что хочу сказать напоследок Аризона, роли PlayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на банковский счёт Либо на руки своего персонажа Целых 300 тысяч вертов Всё это находится в описании под данным видеороликом Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok